Вы смотрите Информбюро. Авиационными и артиллерийскими ударами отметили украинские силовики первый день окончания перемирия с ополченцами Востока Украины. Следы полномасштабной войны заметны по всему Восточному фронту. К слову, в боях казахстанцы не участвуют. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства нашей страны Ерлан Идрисов. Ранее информацию о том, что наши соотечественники воюют на юго-востоке незалежной, распространили украинские СМИ. Масштабную бомбежку силовики начали сразу после окончания перемирия в ночь на 1 июля. Под интенсивным огнем оказались несколько городов. От снарядов особенно сильно пострадали Славянск и Краматорск. Разрушения наблюдаются по всему городу. Спасаясь от артобстрела, люди прячутся кто где может. Только в одном Краматорске, по сообщениям российских СМИ, от бомбежки в минувшую ночь погибло 6 человек. Сирена воздушной тревоги также сработала и в Луганске. По словам местных жителей, в ходе противостояния несколько снарядов упали на школы, дома и предприятия. Если бы мы нужны были этому правительству, пусть приедут на точки, посмотрят. Они живут и радуются жизни. Порошенко с большой радостью сказал, что у него родился внук. Мы все за него радовались. Так пусть приедет, посмотрит, как он люди рыдает за то, что внучка в тяжелом состоянии увезли в Донецк. Продолжение следует...